Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет! Это новый выпуск «Миних фанатов» и сегодня матч «Спартак-Локомотив». Как вы понимаете, потихоньку мы выходим из этого режима карантина. Мы неократно уже в наших выпусках об этом говорили. Надеемся, что сегодня будет только победа нашего московского «Спартака». «Спартак-Москва» — это не будет никогда. Это самый главный лозунг сегодняшнего матча и лозунг до конца этого сезона. Мы начинаем. «Миних фанатов» — ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Начинаем. К этому матчу наши ребята подготовили перформанс. Помимо растяжки, также на трибуне «Д» будет флаг «Фратрии», где будут еще находиться три человека нарисованных, которые гонят команду вперед. По идее, эта растяжка должна провисеть в пол первого тайма, после чего она будет снята. Почему трибуна «Д»? Потому что, как вы знаете, на трибуне «Север» нельзя больше определенного времени, чтобы баннеры мешали зрителям просмотра. Поэтому выбрали трибуну «Д». Парни рисовали порядка недели перформанс. И на мой взгляд, получилось все очень круто. Надеюсь, что сегодня наша команда побежит вперед. Я про перформанс рассказываю! Про перформанс, да. Поэтому огромное спасибо ребятам, которые приготовили перформанс. «Спартак-Москва» — ты не будешь, а вы никогда. Мишань, привет! Привет! Мой первый матч после карантина, твой уже какой? Ветер. Слушай, ну, учитывая все последние новости, которые сейчас происходят вокруг «Спартака», как мы уже привыкли это раз в полтора года читать и слушать. Первый вопрос — справедливо ли «Сорна» убрали со своего поста? Как ты думаешь, вообще, это либо какие-то игры внутри, или все-таки действительно какие-то есть? Мне вообще сложно судить об увольнении «Сорна», поэтому я не думаю, я думаю, там виднее начальство. Единственное, мне непонятно, почему нельзя было там подождать четыре тура. С сезона, да-да-да. Сказать, братан, не выполнил, вот пока. А тут что-то за три тура, ну, странно. Слушай, ну, все же решают результаты, да, его поставили только потому, что подумали, что наш чемпионский тренер не дает тех результатов, которые должны быть. И поэтому все логично. По мне, как бы, вот без обид, как бы, он человек хороший, но хороший человек — это не профессия. Поэтому, наверное, да. Как ты думаешь, должен ли Доминик Этодеско продолжить свою работу в следующем сезоне как тренер? Ну, и, учитывая последние новости, хотя бы доиграть, закончить этот чемпионат в роли главного тренера? Я думаю, должен закончить обязательно, потому что результаты, ну, средние, в принципе, но неплохие. Взятие, если матч с «Локомотивом», то есть... Первого круга. Первого круга, да, то есть, сыграли на 3-0, выиграли на выезде, в контратаке, в «Макаеве» в три передачи, то есть, я считаю, это лучший матч в сезоне. Ну, я за этого тренера, я буду его поддерживать, да, я за его, чтобы он остался. Учитывая цепочку «Лисин», «Цорн», «Тедеско», как ты думаешь, должен ли Доминик продолжить свою тренерскую деятельность в «Токе»? Конечно, должен, а в 100%. Слушай, ну, в этом, наверное, точно да, хотя, может быть, есть другая логика, пускай новый тренер узнает этих игроков. Если, ну, если «Тедеско» планирует уйти со следующего сезона, тогда, может быть, нет такой логики. Если он планирует остаться и доработать контракт, эта мешанина с тренерами уже, ну, реально надоела. Да, она надоела, да, поэтому, как бы, пускай уж человек работает, если его считают профессионалом в клубе. Ну, надо, я так думаю, все равно сезон уже потерян, надо дать доработать, потому что всегда получается, как бы, кто-то не дорабатывает, он говорит, а я мог бы сделать чемпиона, как вот товарищ, который лысый, в сборной, там, с усами такой неприятный, да. Вот, и он, в принципе, прав в этом, в этой ситуации, да. А новый приходит и говорит, а я не готовил команду, и сезон потерян, и нет тех, кто виноват, кто должен отвечать за отсутствие результата. Вот, а, вот, ну, наверное, так. Он появился довольно в такой ситуации, не очень приятный, в «Спартаке», ничего, конечно, ну, ты ничего не успеешь сделать. Ну, он пока еще в тине, в этой, да. Он только начал, потом, бац, все вот эти штуки с болезнями. Сейчас вообще очень сложно судить что-то и как-то делать какие-то выводы и итоги продолжать. Субтитры делал DimaTorzok 1-0, вратарь на перегуре стоит у локомотива и спокойный удар головой в угол. В принципе, пока по игре не загадываем, все нормально, 1-0, конец первого тайма. Заебали, бля! Да заебали, бля! Давайте, парни! Давайте, парни, мы осмелим! Давай, мы осмелим, бля, парни! АПЛОДИСМЕНТОР 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Единственное, что у меня удивило, что не Азмун сзади был, вот это у меня как-то, значит он бит. Ну все впереди, сейчас же матча в кубке будет, а там посмотрим как. Думаешь, думаешь. Может там не только Азмун окажется, может вся команда. Еще раз говорю, значит слушайте меня внимательно. ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга, это моя фраза, постановило запрет прямой пропаганды гумосузуализма. У меня вопрос, вопрос, почему голубые цвета у синей-то остались? Вот ответьте в комментариях, пожалуйста, чтобы Амир прочитал и мы вместе с ним. Амир, второй вопрос, начинается второй тайм. Скажи, пожалуйста, наверное для тебя это будет очень странный вопрос, что должно произойти со Спартаком, чтобы ты перестал как минимум ходить на футбол? Ну, скажем так, я уже отвечал на этот вопрос, несколько расширен в варианте. Ну, московские матчи мы берем, выезда сами. То есть для меня неприсутствие на московском матче, единственная причина, это моя личная смерть. Что должно произойти в Спартаке, чтобы ты перестал как минимум ходить на трибуну? В Спартаке? Вот, да. А, ну я думаю, его должна постичь участь гандбольного клуба. Тогда вы меня не увидите. Ну, меня ничто заставит перестать болеть и ездить. Я буду всегда болеть в Спартак, душой и сердцем. Вперед команда, я за вас. Ничего. Старый, меняются тренера, меняется руководство, меняются владельцы клубов. Но мы-то понимаем, что мы это Спартак, а не они. Поэтому ничего не изменится. Как ходили, так и будем. Ну что, друзья, матч закончен. Счет 1-1, наверное, счет по игре, хотя, конечно, вопросов по судейству, может быть, и мы предвзяты, но как-то много. То есть решение судьи, решение судейского корпуса, решение этого вара, оно очень непонятно. Где-то смотрят, где-то не смотрят. Ладно, сезон уже скоро закончится, впереди кубок, нужно бороться, нужно побеждать. И нужно доказывать, нужно всем все доказать и хорошо хлопнуть дверью. Генеральный директор «Зенита» что-то пытался кому-то объяснить в своем интервью. Непонятно, для чего это нужно было, хотя мы все видели прекрасно это видео. Сейчас мы вам покажем еще раз его. Синий, белый, голубый, эй! Синий, белый, голубый, эй! И хотим пожелать нашей команде в первую очередь осторожности, потому что эти парни будут играть с вами на поле. И давайте мы все-таки игрой на поле и результатом накажем эту команду и выйдем все-таки в Еврокубке. Давайте, парни, держитесь. Понятно, что смазанная концовка, понятно, что вообще непонятно, непонятно что, так скажем, происходит в «Спартаке», происходит вокруг «Спартака». Не ясно для чего все СМИ, которые пытаются хайпить на заголовках, которые пытаются как-то разжечь какой-то скандал вокруг «Спартака». Непонятно, почему наше руководство каждые полтора, год-год-полтора меняет делать перестановки в клубе. Но невозможно построить команду. Невозможно добиться какого-то результата, когда постоянно «Спартак» на стрессе, когда постоянно игроки на стрессе. Но поживем-увидим. И что хочется сказать, подытожив этот матч. Мы вам рассказали про перформанс, про лозунг «Ты не будешь один никогда». Действительно так, что мы никогда не бросим «Спартак». Мы все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы «Спартаку» это пошло во благо. Мы фанаты, мы всегда будем со «Спартаком». Это я хочу вспомнить слова Лехи Бахыта, «Царство ему небесное». Когда мы были в Самаре на выезде, он сказал, ну, просто сказал то, что, наверное, у каждого фаната находится в душе, в сердце и в голове. Поэтому, друзья, сейчас мы вам включим этот отрезок. Вы не расстраивайтесь, не переживайте. «Спартак» у нас очень часто болеет, но всегда выздоравливает. Поэтому скоро все наладится. Мы, по крайней мере, в это верим всем сердцем и душой. Ну что, друзья, это был дневник фаната. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И надеюсь, что, как я уже сказал, надеюсь, много надежд, но надежда умирает последняя. Всем до встречи. Друзья мои, не надо забывать, что, как бы там ни происходило в клубе, как бы там ни было паршиво, хреново и так далее, но помните то, что люди в команде и в клубе футболисты, генеральные директора и прочие – это временщики в нашем клубе существуют. Они приходят и уходят. А мы, фанаты, мы остаемся всерьез и надолго, особенно те, которые посвятили жизнь этому делу.